Хадис от Ибн Аббаса, что Пророк temporal постился в день Ашура, день Ашура это какой день? 10 Мухаррама, да, и приказывал поститься в этот день также. Следующий хадис от Абу-Катады, что Пророкacious ant спросили его про день Ашура, он сказал, день Ашура, то есть 10 Мухаррама пост в этот день искупает грехи прошлого года. То есть в отличие от поста в день Арафата, который искупает грехи двух лет сразу, этот пост искупает грехи прошлого года. И последний хадис от Ибн Аббаса. Ибо Наббас говорит, что права сказал по поводу поста в день Ашура, то есть 10-го Мухаррама. Сказал, если я еще до следующего года доживу, тогда я буду поститься не только 10-го Мухаррама, но и 9-го Мухаррама. То есть 2 дня, 9-го и 10-го. Нужно сказать, что следует поститься не только 10-го Мухаррама, не только сам день Ашура, но и Тасуа. Тасуа, то есть 9-го Мухаррама также. Почему? Потому что пророк Сосом сказал, что если я доживу до следующего года, то буду поститься и 9-го Мухаррама также. И приказал поститься день до него или день после него. Или поститься и день до него и день после него, тогда будет вообще что? 3 дня. Почему? Почему пророк Сосом приказал делать это? Чтобы отличаться от иудеев. Чтобы отличаться от иудеев. Почему? Потому что Ашура, то есть 10 число месяца Мухаррама, это тот день, который Аллах Субхану Аталя спас Мусу, его народ. И в этот день он потопил, Аллах Субхану Аталя потопил фараона и его народ, и его войско. Поэтому иудеи, они постились в этот день. Как бы в благодарность Аллах Субхану Аталя за вот это вот спасение, за вот эту великую милость, они постились в этот день. И что Аллах Субхану Аталя, он спас свое войско и погубил войско шейтана в этот день. Спас Мусу и его народ, уничтожил фараона и его народ. Великая милость от Аллах Субхану Аталя. Когда пророк Субхану Аталя прибыл в Медину и увидел, что иудеи, они постятся этот день, то есть день Ашура, то спросил их, почему они это делают. Они сказали, потому что это день, когда Аллах спас Мусу и его народ. И уничтожил фараона и его народ. И мы делаем это, постимся в благодарности Всевышнему Аллаху. Тогда пророк Субхан сказал, мы ближе к Мусе, чем вы. Мы ближе к Мусе, чем вы. Почему? Потому что он пророк Субхану Аталя ближе ко всем остальным пророкам предшествующим. И его умма ближе ко всем пророкам остальным. Доказательство на это, в Суре Али-Имран, Аллах Субхану Аталя говорит, Поистине, самый близкий человек к Ибрагиму, это те, которые следуют за Ибрагимом. То есть этот пророк, те, которые уверовали вместе с ним. Аллах, Он, Вали, то есть Он покровитель верующих людей. То есть иудеи и христиане, они утверждали, что Ибрагим, и утверждают до сих пор, да, Авраам это их пророк, и говорил, он был христианином или был иудеем. Аллах Субхану Аталя говорит, нет, ближе всего к Ибрагиму это мусульмане, потому что они верят во всех пророков. А христиане и иудеи верят только в своих пророков. Хорошо, и отвергают других пророков. А тот, кто не верит хотя бы в одного из пророков, тот не верит, значит, во всех пророков. Хорошо. Поэтому пророк Субхан сказал, что мы ближе к мусе, и мы больше имеем право на то, чтобы поститься в этот день, чем иудеи, которые не уверовали в Мухаммада, не уверовали в Иису али-исалям, а значит не уверовали и в мусу. алейхиссалам. И Пророк постился в этот день и приказывал тоже людям поститься в этот день. Но приказал, как всегда, отличаться от людей Писания. Отличаться от них и не поститься только в 10-е Мухаррама, но поститься также и 9-го Мухаррама. Либо мы говорим, что 10-го и 11-го Мухаррама. Либо все три дня. Таким образом, у нас получается, что человек поститься 9-го и 10-го Мухаррама, это что? Самое лучшее. Это самое лучшее. Потом может поститься в 10-е 11-е. Это уже чуть меньше, хорошо, по своему достоинству, чем предыдущее. И может поститься только 10-го Мухаррама. Хорошо. Некоторые ученые говорят, что нет, это нежелательно. Хорошо, потому что Пророку Саламу приказывал отличаться от иудеев. Но некоторые говорят, что можно, но в любом случае награда за это меньше, чем за пост, когда человек держит 2 дня. День до него, день после. Хорошо. 11-о. 12-о. 12-о. Субтитры создавал DimaTorzok